В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства прошел день открытых дверей под традиционным девизом «Твоя карьера готова к взлету». Техникум приветливо распахнул свои двери будущим абитуриентам. В этот день выпускники школ и их родители могли познакомиться с профессиями и специальностями, которые любой желающий может получить в БДКП. Рад приветствовать сегодня всех гостей нашего учебного заведения и хотелось бы пару слов рассказать о нашем учебном заведении, о тех возможных изменениях, успехах, которые произошли за последние годы. У нас в этом году 5-й компьютерный класс появился, обновления произошли, также заканчивается подготовка мастерской по штукатурным работам. В том году была новая мастерская сделана по облицовке плиткой, поэтому учебное заведение на месте не стоит, преображается и внутри, и снаружи, постепенно все становится краше. Для гостей техникума работали интерактивные площадки очного, заочного и профессионального обучения. Были организованы профессиональные пробы по специальностям и мастер-классы, продемонстрирована работа кружков и студий техникума. Гости могли получить консультацию по интересующему вопросу у администрации учебного заведения и членов приемной комиссии. Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства этого заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности. Студенты по специальности «Гостиничный сервис» проходят практику в пятизвездочном отеле международного уровня в Крыму с выплатой ежемесячной заработной платой и бесплатным питанием. У нас студенты нашего учебного заведения, вот буквально вчера я приехал из Крыма, и ряд студентов, которые в чемпионате у нас в WorldSkills принимали участие, представлены сейчас, поехали на оплачиваемое, можно сказать, что-то устройство в Крыму, получают зарплату 20 тысяч рублей, вот они начнут работать и получат ее. Также имеют компенсацию за проживание, питание в рабочие дни, ну и график очень следящий. Вот эти же ребята на чемпионате WorldSkills, сейчас они уже в Крыму приступили к работе, поэтому возможности предоставляем для наших студентов все новые, ищем новых партнеров, чтобы вы были не просто хорошими студентами, и на обучении здесь у вас закончилось сотрудничество с нами, мы еще помогаем в трудоустройстве. Будь то сезонная работа на 3-6 месяцев, либо это постоянное трудоустройство, тут же представлены на фотографиях ребята, которые планируют на следующем году на дуальной форме обучения работать в предприятии ММТР по специальности информационной системы, они сейчас дистанционно проходят обучение и стажировку, но если все хорошо, они с сентября будут приняты в ряды сотрудников, и уже также получая зарплату смогут работать на данном предприятии. Зарплата тоже от 25 тысяч рублей, это стартовая зарплата для тестировщика по этой профессии. Поступив на коммерцию, вы будете изучать тонкости сферы торговли, на практике получать необходимые навыки, что послужит отличным началом для становления карьеры руководителя предприятия, специалиста отдела маркетинга, менеджера организации, товароведа, директора по продажам и руководителя коммерческих отделов. Учиться на строителя в техникуме значит получать знания в области расчетов строительных конструкций, экономики проектирования и реконструкции зданий. В период обучения студенты имеют возможность бесплатно получить дополнительные профессии. Кроме того, что у нас есть обучение по специальностям, есть профессиональное обучение. И для ребят, которые не являются нашими студентами, в большинстве им оно платное. Для студентов по направлению той специальности, которую они выбирают, определенную профессию еще в дополнение получают бесплатно. Экономить плату за услуги, выступать грамотным заказчиком жилищных услуг, рационально использовать коммунальные услуги, осуществлять энергосервисные мероприятия в многоквартирном доме вас научат на отделении управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. В этом году у нас на дневном отделении производится набор на специальность управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. Это новая специальность. Ранее у нас был набор только на заученную форму обучения, а теперь можно на дневной форме учиться. Темпы развития, обновления и возникновения новых технологий поражают воображение. Деятельность, связанная с информационными технологиями, сегодня считается наиболее динамично развивающейся. Заинтересованность со стороны предприятий в хороших специалистах по информационным системам возрастает с каждым годом. Но, несмотря на огромную популярность и востребованность профессий, найти хорошего программиста – довольно сложная задача для любой компании. Чтобы реализовать себя в этой профессии, недостаточно одного желания стать программистом. Необходимо обладать определенными качествами, аналитическим складом ума, любовью к точным наукам, усидчивостью, щепетильностью и любознательностью. Если вы относитесь к тем, в ком все вышеперечисленное сочетается, то Буйский техникум приглашает вас на специальность информационные системы и программирование. По всем вышеперечисленным специальностям абитуриентам предложены очная и заочная форма обучения. По специальностям профессия «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ» и «Земельно-имущественные отношения» на базе девяти классов предлагается очная форма обучения. Имея знания в области земельно-имущественных отношений, выпускники смогут решать вопросы земельных споров, кадастровой стоимости, оценки имущества, заниматься разработкой проектов и планированием территорий, аналитикой в области недвижимости, предоставлять риэлторские услуги. Студенты техникума не раз становились победителями в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. По компетенциям – облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы. О профессионализме наших кадров, преподавателей и свидетельствуют результаты в чемпионате WorldSkills. Это очень популярное движение. В России уже третий год проходит региональный чемпионат в Костроме. И наша делегация, делегация нашего учебного заведения в этом году стала самой многочисленной и самой результативной. Из восьми компетенций, в которых были представлены наши студенты, семь призовых мест привезли с чемпионата регионального в этом году. И также с чемпионата Великой у нас победитель. Три победителя были, три призера, точнее один победитель. Он на всероссийских соревнованиях этапе в Москве занял четвертое место по России. Производится бесплатный набор учащихся школ на профессиональное обучение, планирующих дальнейшее обучение по профильным специальностям. Облицовщик, плиточник и оператор ЭВМ. Форма обучения очно-заочная. В техникуме работают спортивные секции, вокальные, танцевальные и предметные кружки. Проводятся конкурсы, фестивали и олимпиады. Всем студентам предоставляются социальные гарантии и льготы, установленные законодательством. Нуждающиеся студенты обеспечиваются благоустроенным общежитиям. У нас работает всевозможное разноплановое количество секций. Это и танцевальное направление, и музыкальные студии, а также всевозможные спортивные секции. Я думаю, ребятам, которые придут в наше учебное заведение, скучать не придется, будет очень интересно. В день открытых дверей гостям техникума были продемонстрированы презентации, слайды студенческой жизни, информация о сотрудничестве с работодателями. Для будущих абитуриентов был организован студенческий концерт. Перед гостями техникума выступил директор учреждения Дмитрий Федоренко и пожелал выпускникам сделать правильный выбор в мире профессий. День открытых дверей в техникуме стал традиционным праздником. Очень приятно, что выпускники школ и их классные руководители и родители активно принимают участие в данном мероприятии.